расскажу такую очень кратковременную историю такую более душевную как я вообще пришел в трейдинг во-первых вы должны понимать одну вещь для человека который никогда не знал что такое слово алгоритм ну в теории я знал в теории знал для меня вот это слово какое-то было такое очень большое обобщенное такое широкое и для меня было очень тяжело но я вам скажу честно с первого дня как только я пришел в трейдинг я вез все на бумажке то есть полностью все что я делал я вел на бумажке и в какой-то момент я стал понимать что создание торгового алгоритма написание правильных сценарий приводит только к одному вы убираете человеческий фактор я очень много раз рассказывал историю вам одну и расскажу вам очень интересную историю которая со мной произошла после того как я закончил технику после того как я закончил технику я думал что я все знаю на бумажке но когда я пришел на производство я работал на одесской кондитерской фабрике роза люксембург кто знает кто одесситы здесь давайте там поприветствуйте и расскажу вам эту историю в общем пришел я на фабрику роза люксембург стою со стороны вроде как бы все учил все знаю на бумажке смотрю на практике и ни хера не понимаю теоретически знаний в общем не представляете а я же закончил технику я как бы младший инженер я должен все эти вещи знать а я ни хера не понимаю ну я в теории знал электродвигатель что такое что такие шпонки там привод временная передача все это знал естественно я это мог пальцем показать но как решать вопрос там как это ремонтировать я не знал в общем зовет меня там слесарь шестого разряда дядя вася и говорит так смотри внимательно значит первое значит есть четыре основные проблемы все остальное это не твоя проблема все машины которые стояли тогда на одесской карьерской фабрике я работал в цеху по изготовлению одесского печенья все знают такое было очень красивое наверное сейчас есть такое круглое печенье с дырочками внутри написано там юбилейные и вообще на экспорт было печенье которое называлось одесса но вкусно хрустящее одно единственное могу сказать что продукты были очень хорошего качества и нормативы нормативы что имеется ввиду нормативы это технологическая карта она очень сильно выверялась то есть продукт был действительно хорошую карту кто не знает что такое технологическая карта это когда ты делаешь какой-то продукт на нем конкретно написано вот это тот же самый алгоритм например там на тонну чтобы произвести тонну печенья там нужно энное количество муки энное количество яиц энное количество масла там или маргарина в некоторые более дешевые продукты шло там энное количество сахара там то 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 такие какие-то добавки то есть это была технологическая карта конкретно вы знали там на какой-то продукт это называлось гост гост это государственный стандарт и вот благодаря именно этому продукты и были качество как положено например ты не заходил в магазин и ты понимал что если колбаса докторская у нее стандартный гост да там например какая колбаса идет чем смешивают ее если ты проходил по госту то в любой стране мира в любой стране бывшего советского союза колбаса там докторская или столичная или еще какая-то они были одинаковые почему потому что был гост гост это и был вот этот алгоритм какое количество там такого-то мяса такого-то мяса там свинина говядина что смешивается сколько по времени смешивается что добавляется какие там ешки добавлялись да там усилители вкус и все славы был гост гост а то есть алгоритм вот благодаря тому что был гост благодаря тому что был алгоритм и там про производство колбасы просто я еще работал кстати на консервной фабрике мы делали горошек зеленый горошек тоже надо было понять сколько горошка как и все стоило все было очень четко. И благодаря именно этому я стал понимать, что без алгоритма я никуда не денусь. Но есть одно маленькое но. Если на заводе конъюнктура постоянная, то есть что это значит, ну то есть надо делать колбасу и ее делают, то конъюнктура на рынке она постоянно разная. Поэтому алгоритм, который вы будете делать, вам придется наверное его энное количество раз переделывать. То, что вы написали, что Герчик с Марса, вы наверное взяли книгу, есть очень хорошая книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», наверное из-за этого. Да нет, я марсианин, я абсолютно нормальный живой человек, который просто хочет как-нибудь помочь этому миру всячески. Наверное, надо в этой жизни человеком оставаться. Сейчас такое время тяжелое, когда люди просто пересрутся и потом не смогут друг другу смотреть в глаза. Мой отец всегда учил меня одному, что в любой ситуации ты должен выйти так, чтобы тебе не стыдно было смотреть людям в глаза. И я именно и живу по такому признаку и по такому принципу. Все те, кто меня знают, все знают, чем я помогаю и как я помогаю. Я не буду выбегать на улицу и трубить всем и говорить, смотрите, какой крутой, как я помогаю. Значит, смотрите внимательно. По поводу алгоритма. Когда вы будете писать алгоритм, средний трейдер, вот те, которые люди у меня учатся, они в среднем меняют алгоритм приблизительно 10-15 раз за год. То есть алгоритм у вас железный в самом начале не будет. Почему? Объясню. Первое. На рынке постоянно меняется конъюнктура рынка. Например, сейчас одна конъюнктура. Один день рынок вверх, один день рынок вниз. Так вот, алгоритм будет меняться у вас 5, 10, 15 раз. Во-первых, когда вы делаете алгоритм, вы еще не знаете, какой стиль торговли вы будете торговать. Я всегда всем советую трейдерам, которые вообще приходят в эту индустрию, это попробовать все возможности или торговли. Давайте я вам просто вот объясню. Опять же, будем сегодня разговаривать по душам. Смотрите, когда вы будете писать алгоритм, мой совет один, делайте все возможности или торговли. Смотрите, объясню почему. Дело в том, что очень многие из вас совершают одну очень большую ошибку. Я обязательно сделаю видео на эту тему. Вы пытаетесь заставить свой мозг, что невозможно. Практически невозможно. Можно приучить, но это берет время. Вы пытаетесь заставить свой мозг, чтобы у вас мозг работал по каким-то канонам. Это очень неправильно. Мой совет один. Проводите разные уровни. Торгуйте разные стили торговли для того, чтобы вы дали своему подсознанию возможность самому выбирать тот стиль торговли, который ему подходит. Вот очень многие люди говорят, знаете, что у трейдера есть чуйка. Например, вот я вышел там две недели назад и рассказывал там про нефть. Или я рассказывал там про американский рынок. Или рассказывал про что-то еще. Вот очень важный фактор, очень важный фактор, о котором именно я хотел рассказать, это именно как раз то, что я начал доверять, что такое чуйка. Когда у тебя чуйка, ты доверяешь своему подсознанию. То есть вот это и есть, вот этот очень и очень важный фактор, это доверять своему подсознанию. Ваше подсознание начнет за вас полностью делать всю свою работу. Вопрос просто один, его надо приучить, ему надо доверять. Поэтому все те, кто только начинает торговать, все те, которые только начинают торговать, мой совет один, это дать возможность своему подсознанию просто ему доверять. И пробуйте разные стили торговли. Почему? Потому что рынок постоянно разный. Есть рынок, на котором будут работать пробои. Есть рынок, на котором будут работать отбои от уровня. Есть рынок, на котором будут работать только ложные пробои. Есть рынок, на котором будут торговаться отбои от уровня именно с точки зрения in play, когда акции внутри не открываются, и вы их начинаете торговать. Поэтому не надо себе закрывать возможности. Как я сказал, ваш алгоритм заключается только в одном. Вы должны быть гибкими в соответствии с рынком. То есть то, что рынок дает, вы обязательно должны быть гибкими. Проблема людей заключается в том, что, например, рынок дал пробои, и они все время думают, что пробои будут работать. Пробои перестали работать, и люди перестают что-то делать. Так вот, просто чутка, это ваше доверие, ваша интуиция. Как в свое время сказала Фейна Раневская, интуиция это способность головы чувствовать жопой. В первую очередь, вы должны понимать одну вещь. Алгоритм просто поможет вам понимать, правы вы или не правы в каком-то суждении своей сделки. Почему? Если у вас есть что-то на бумажке, да, вот как у меня на бумажке записано все, да, вот домашка, я всегда ее потом проверяю. Вот это основной фактор для меня. Это понять, правильно или неправильно я сделал, в соответствии с правилами, которые я сделал. Так вот, по поводу, я не потерял нить, по поводу того, когда я пришел на производство, он пришел и сказал, вот есть четыре проблемы. Это там летит шпонка, летит ременная передача, и рвется сетка, все. Если вдруг летит электродвигатель, твоя задача предельно проста, это обесточить и открутить от станины, кто знает, что такое станина, такая железяка, на которой стоит электродвигатель. Все, больше ты не лезешь, все. Тебе принесли новый электродвигатель, тебе его поставили, твоя задача его закрепить, одеть ремень, запустить, чтобы печенье не вышло, прокрутить вот это руками, вот эту механическую проблему, и все. И все, и все твои проблемы будут решены. И вот благодаря этому короткому алгоритму, я, в принципе, и смог выжить потом, потому что я потом стал понимать, что без алгоритма я ничего не сделал. Давайте теперь я вам покажу примеры алгоритма, и потом еще алгоритм, это еще не все. Алгоритм, это еще не все, это часть. Вот просто человек, который написал алгоритм, давайте я вам, Витя, покажу. Первое. Алгоритм должен быть очень четким. Если у вас вначале будет какой-то алгоритм, который очень плавающий, вы не сможете правильно принимать определенные решения. То есть алгоритм у вас должен быть очень четким. Смотрите дальше. Видите? Расписание рабочего дня, подготовка, стиль торговли. Расписание, видите? Вот. И дальше идет полностью описание. Во сколько человек? Четыре часа утра, представляете, он просыпается. Это мрак просто, мегитация. Видите? Это чересчур рано. Видите? Подготовка, как он торгуется. Что он смотрит. А теперь смотрите дальше. Начинается дальше очень важная вещь. Уровень. Что такое уровень для человека? Мой совет один. Когда вы будете писать определенный алгоритм, мой совет заключается в следующем. Вот опишите себе абсолютно все подряд. Видите? Вот все, что вы здесь видите, обязательно себе опишите для того, чтобы убрать человеческий факт. Что такое ложный пробой одним баром? Видите? Здесь полностью все написано. Смотрите. Как человек принимает решение, будет дальше. То есть он все себе писал. Дальше. Это были уровни. Смотрите дальше. Видите? Вот. Что такое пробои? Что такое коробочка? Что такое длинные хвосты? Что такое ретест? Что такое задерги? Видите? Что такое узкие каналы? И что такое не узкие каналы? Видите? Что такое скорость? То есть вы должны полностью убрать себе вообще 4, вернее человеческий фактор, для того, чтобы когда вы садитесь торговать, у вас его, вот честно, вот у меня все на бумажке есть. Мне абсолютно безразлично потом, куда начинает рынок идти, появляется какая-то волатильность или нет. Но давайте я вам сейчас приведу один очень интересный пример. Сейчас я вам кое-что покажу. Итак, смотрите внимательно. У нас сегодня были и лонги, и шарты. Давайте я вам сейчас просто покажу, чтобы вы понимали. Смотрите. И лонги, и шарты. Смотрите внимательно. У нас в лонгах была акция CAR. Посмотрите. Сегодня почти плюс 10%. Это на падающем рынке. У нас сегодня была дана к шарту Tesla. 795 долларов. Смотрите. Tesla очень резко упала. Дальше. Смотрите внимательно. У нас, смотрите, на это внимательно, на эту акцию. SPLK. Смотрите. Видите? Вот она продолжает падать, даже учитывая то, что рынок немножко поднимается вверх. Видите? Вот это и есть, вот это очень и очень важный фактор, на который вы должны обращать внимание. Каждая акция, каждая акция, она должна иметь свое понимание. Если вы не понимаете. Вот Square. Видели? Square там тоже был дан к шарту. Сегодня всех многих очень просто спасла. Spotify тоже был дан к шарту. Видите? Сегодня очень многих просто спасло то, что рынок немножко открылся в таком, в небольшом, маленьком плюсе. К чему я все веду? Сейчас обратно пойдем в писание алгоритм. Алгоритм в самом начале должен быть у вас так написан, как будто вы не просто пишете алгоритм, а как будто вы пишете свои мысли. Итак, видите? У человека полностью все описано. Что это значит? Это больше даже все, что у него есть, это больше написано, больше похоже на конспект. Что это значит? Если он оказывается в какой-то ситуации, которую он не помнит, видите, например, или в этой, или в той, он просто идет, открывает свою картинку и увидел. Ага, хвосты вверх, откуда пришли, туда и пойдем. То есть человек себе полностью написал так называемое руководство действий. Что такое широкий канал, видите? Что такое узкий? Какие бывают тренды? То есть у человека вообще все есть, все есть. Вот он все полностью описывает и после этого, да, видите, как он торгует, то есть какие действия он будет делать. А теперь все хорошо, представьте себе, вот я вам пролистываю, пожалуйста, даже медленно полистаю. Видите? Защитный стоп выставляется на размер прописанного в алгоритм. Видите, вот у вас все есть. Редактор субтитров А.Семкин